дорогие друзья всем привет много времени виделись надеюсь что у вас все хорошо что все здоровы все у нас будет короткий урок на очень важную тему и она называется на иврите it bonne nude it bonne nude это имеет ввиду обратить внимание это смотреть внутрь это не просто только видеть а это остановиться и смотреть внутри еще мы делаем или чё зачем этот мир работает как он работает и вообще каждую тема в жизни наша мы должны не только делать ее а думать почему мы это делаем и смотреть внутрь каждый наш акт в этом мире начнем с короткой истории когда-то приходит один хасейд и рассказывает какую-то историю по поводу одного человека он говорит его друзей был один раз какой-то человек был скажем как сказать чуть-чуть тупой он всегда все забывал и он сказал себе давай каждый день час я буду писать где моя шапка и моя кипа где моя футболка где мои туфли и вот так он просыпается каждый день и смотрит в листики говорит спрашивает где моя шапка находится там где мои туфли находится там и так все дали пока он нашел все что ему надо а потом он становился секунду и спрашивать себя а где я нахожусь и потом вот этот хасейд говорит ребята вот этот человек что я про него говорю это мы имеет значение что у нас жизни мы делаем очень много вещей жизни то может быть духовно это может материальном но мы делаем это так как робот скажем человек идет молиться стал утром пошел помолился он идет молиться потому что ему надо молиться он делает митвот заповеди потому что ему надо или потому что он привык может он так когда он чуву сделал так он просто уже так делает это 10 лет или он так вообще родился в религиозной семьи или человека когда он приходит женой он общается он когда надо общаться женой надо общаться с детьми и так далее типа это какая-то автоматизация такая в жизни и не как и мы много раз не смотрим вообще чем мы делаем и почему мы это делаем и кроме этого мы не получаем вдохновение потому что мы в этой автоматизации то это может быть тоже материальном мире человек работает не весть что-то успешное он так а да прикольно все хорошо рад и забыл про это и вот так может быть успешная жизнь духовно материальном но мы на чего не обращаем мы не менее обратно мы не обратяем внимание ни на чего это большая проблема ну что жизнь она очень быстро идет и нам надо смотреть что мы делаем есть знаменитые хасид его называют обменах и мендели скотс к кодск это город город-город деревня в польше и у него был подход очень строгий обменах и мендели взял очень качество характера истины мы что человек сначала должен быть всегда истинный сам собой что он говорил его хасидом всегда есть на иврите говорят но и ели ха и лиза не будет тебе бог незнаменитый если мы берем просто эти слова это понятно типа нельзя человеку не верить в бога там не знал солнца или там христианство или там другие вещи там и такие неважно там к той кому но чё что обменах и мендели хотел сказать это чтобы бог тебе был незнаком на это имеет ввиду что ты его знал имеет ввиду как ты можешь его знать это если будешь смотреть каждый раз кто бог и чон делает тут в этом мире имеет ввиду ты не идешь молиться потому что тебе надо молиться ты молишься потому что это твой контакт кто создал вот этот мир это очень тяжелая работа потому что она берет от нас она должна брать она всегда много энергии мы всегда должны обратить внимание есть еще обменах и мендели говорил когда-то его ученику что когда какие-то хасиды хотят чтобы у них был и учитель какой-то и они хотят типа открыть их бет мидраж бет мидраж это где учиться и цера плохая сила вот это что мешает делать хорошие вещи не заповеди то и и так далее ему не будет мешать найти место где учиться там тору где делать где помогать людей где молиться чтобы все были хорошо одеты чтобы все делали хорошие ужины и там завтраки там кто хочет после молитвы такие вещи но на одну вещь не даст он не даст обратить внимание чем и делами почему мы это делаем мы должны ребята очень понять и работать на это потому что это очень тяжело смотреть каждый день когда мы стоим стали утром делаем какую-то заповедь мы идем говорить женой с детьми нашими мы идем на работу смотреть чуть-чуть чем эту делаем с кем мы общаемся они просто общаться как роботы не просто идти с ребенком и играть с ним и не быть как сказать мы находится мы находимся с ним но мы не находимся там есть система кстати что она типа как в психологии называется майнд пульность английский это имеет ввиду это там это как виды медитации но это больше типа быть там сейчас и там что нам правда это работать на вот эту ситуацию что человек должен понять что он делает и всегда быть находиться в какой-то ситуации они они сейчас не быть каком-то ситуации думать что будет завтра или думать он общается с женой сейчас после работы он вообще его голова в работе или он час молиться и пока он молится он считает не знаю сколько деньги у него в банке и так далее так чтобы нам дай бог чтобы у нас было вот это качество что мы работали на него как мы реально смотрим на жизнь смотрим на кто создал мира все заповеди что мы делаем не делать их как какие-то работы или делать это как будто ну просто так надо делать как вот так люди стоят молитву и надо молиться и надо делать заповеди надо шаббат соблюдать и так далее а чувство чего мы делаем думать зачем мы это делаем подключаться к духовному сердцу нашему это в духовном в материальном сделали что-то хорошего жизни должны подумать на это быть ради с этим смотреть на это не только не только увидеть осмотреть внутри подумать что мы сделали как мы можем это делать получше мы говорим с близкими людьми быть с ними когда мы говорим особенно это наши близкие круг это семья это родители вот как у меня ситуация что иногда правда я звоню с мамой я говорю с ней я потом по телефону по имерах вот это неправильно это очень плохо и человек говорит с мамой он должен быть разговоре с мамой он должен с ней реально общаться а не говорить с ней а его мозги общаться с кем-то другим чтобы дай бог чтобы мы это работали на это и не забыть всегда молиться богу чтобы он им дал вот эти силы и чтобы нам было всего хорошего будьте здоровы до свидания